В 4-й поликлинике на Камышинской люди ожидают в своей очереди буквально друг на друге. Ни о какой социальной дистанции не может быть и речи. Находиться здесь по-настоящему страшно, потому что происходит это в разгар пандемии. Всему виной затянувшийся ремонт помещения, в котором должны находиться регистратура и карта хранилища. Летом они вынуждены переехали в небольшое крыло со стороны запасного выхода. Пациенты-врачи поликлиники оказались в стесненных условиях. В маленьком коридоре толпятся десятки человек. Публика постоянно пополняется. Одним надо записаться к специалисту, другим же сдать мазок на коронавирус. Сидим все в очереди и такой пандемией. Сейчас все заражают друг друга. Мы же не знаем, человек болеет, не болеет. Посмотрите, вы сами видите. Набились. Там все закрыто, там все перекрыто. Ну где нам быть? Вот мы здесь и сидим, и заражаемся друг от друга. Из-за того, что тут сейчас идет ремонт, нет дистанции между пациентами. Поэтому мне очень страшно заболеть сейчас коронавирусом. Я приду домой, и мне будет страшно своих близких, потому что я инфекцию могу им передать. Главный врач Наталья Фомина рассказала о сложившейся ситуации. В этом году региональное правительство выделило 6 миллионов рублей на реставрационные работы. На эти средства должны были отремонтировать крыльцо, холл и регистратуру взрослой поликлиники. Ремонт должен был завершиться 24 сентября. Но все пошло не по плану. Работы продвигаются медленно, и сроки давно уже сгорели. Главврач не раз обращалась в подрядную организацию с претензиями. Папка с письмами и фотографиями набралась увесистая. Ну раз в неделю мы пишем. Это вы выставляете вот эти претензии? Да, да. Вот мы фотографируем, на каком этапе они должны были быть. Вот фотографии на того момент, когда они уже должны были что-то сделать, а что ничего не было сделано. Ну вот, то есть к этому, к нашим претензиям мы прикладываем фотографии, которые он сейчас фотографирует, меня строитель. Кроме единственного официального ответа, подрядчики оправдываются и в устной форме. Вот, Наталья Александровна, не успеваем, потому что не выбрали плитку. Вот, Наталья Александровна, не успеваем, потому что у нас есть еще другие объекты, на которых мы работаем. Ну, в общем, как-то так. Этим летом тендер на ремонт выиграло общество с ограниченной ответственностью «Тандем». Нам удалось дозвониться до одного из руководителей организации. Подрядчик планирует завершить работу через две недели. После окончания ремонта пациентов вновь разделят по потокам и обеспечат необходимое пространство, чтобы они могли соблюдать дистанцию. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.